Юлечка, я вернулся с работы пораньше, ты где? Как он пораньше-то вернулся? Что делать-то? Прячься, прячься, под кровать давай. Залазь под кровать, быстрее, молчи сиди, залазь быстрее. Вот, всё. Блин, видно? Вылазь, вылазь быстрее. Давай в шкаф, шкаф. Иди сюда. Всё, сиди, молчи. Что делать-то? Давай, он мою маму никогда не видел. Скажем, что ты моя мама, Валентина Александровна. Иди, мою одежду бери там. Юлечка! Да-да, славочка! Ты где? Я тебя найти не могу. Я в спальне. А-а-а. А ты почему так рано? Да, я сейчас всегда так буду рано с работы приходить. Мне врачи пить запретили. А-а-а. Юля, ты где? Я в спальне. Иду. Иду. Похоже. Скажем, что ты, мама моя, Валентина Александровна, приехала из Верхней Пышмы. Фу. Я кое-как нашёл вообще. Ой. Здравствуйте. А это кто? Это мама моя, Валентина Александровна. Приехала из Верхней Пышмы погостить к нам. А-а. Да. Ой, как-то неожиданно так. А-а. Надолго вы к нам, Валентина Александровна? Она уже уезжает. Всё, уходит. Как уходит, а мы вас никуда не отпустим. Нет, вы что, вы только приехали. Вы уж и сидите. Пожалуйста. Юля, а ты мне не говорила, что у тебя мама занимается? Я и сама не знала. А-а. Я из Пышмы, когда уехала, ей, видимо, скучно стало. Она огородом занялась. И сколько у вас гектаров огород? Огород небольшой, там просто грунт твёрдый. А-а. Ну, судя по маме, грунт-то скальный. Вы, видимо, Валентина Александровна, картошку прямо в скалу вкручиваете. Слава, эта мама качается. А-а. А как это? В спортзале. Да? А-а. По пенсионному. А-а. Им в Пышме пенсию не платят. У них все пенсионеры в спортзал ходят по пенсионному. И много у вас таких пенсионеров? Два. М-м. Второй менее рельефный. Ясно. Юля, можно тебя на секундочку? Ты мне, конечно, извини, мне очень неудобно, но я у твоей мамы грудь вижу. И она шевелится. Нет, может, для Пышмы это нормально, но можете что-то надеть там. Я ей сейчас что-нибудь свое дам. А почему свое-то? А где мамина? А мама налегке приехала. Ну, мама, иди что-нибудь там. Возьми мое. В смысле, как налегке? Вообще без всего? Вот так? Ну, Слава, это же Москва. Тут все можно купить. Не, ну можно купить, но не на твою же маму. На твою маму лучше шить. На каком-нибудь танковом заводе. Ну, хорошо. Мама, ты готова? Ну, все, вот. Ну, что, так лучше? Ну, маме явно лучше. А мне что-то нехорошо. Мне надо сесть. Да, вы меня извините, Валентина Александровна, я вас почему-то по-другому представлял. Нет, для 70-летней вы выглядите очень даже хорошо. А для женщины очень плохо. У вас что, в пышме водородную бомбу испытали? Слава. Ну, это гормональный скачок. Ага. Ну, тут, видимо, за всю пышму скакануло. Аж бороду выдавило. Я теперь начинаю понимать, почему от вас папа ушел. Присаживайтесь, Валентина Александровна. Ну, рассказывайте, как там у вас дела в пышме. Слава, что ты привязался к маме? Мама с дороги, мама устала. Я вообще плохо понимаю, от чего такая мама может устать. Мама с поезда. Ну, так она же ему не толкала. Ну, хотя даже если толкала, она бы не устала. Ладно, что я все тут болтаю, да болтаю. Давай на стол собирай, колбаску там режь. Мама не ест колбаску. Она только протеиновый коктейль пьет. А, ну ладно, я тогда в какой-нибудь качкомагазин. За вот этим, что вы сказали. Давайте. Вы пока тут бокальчики собирайте. Иди на балкон, на балкон иди. Он уснет ночью, я тебя выпущу. Мама? Рома, мама, Рома! Юля, представляешь, иду сейчас из магазина, а возле нашего подъезда балкон наш лежит. А на нем твоя мама стоит. Извините, Валентина Александровна, что испытываем вас неудобство терпеть. И, пожалуйста, ваш, вот то, что вы просили, вот там мяша какая-то. Давайте, я хочу сказать тост. Юлечка, пожалуйста. Вы знаете, существует мнение, что если хочешь увидеть, как будет выглядеть твоя жена через 40 лет, посмотри на ее мать. Я хочу сказать, что это все ерунда. Потому что если любишь по-настоящему, тебе не важно, как будет выглядеть твой любимый человек через 40 лет. Самое главное, чтобы он всегда был с тобою рядом. Хотя че я себя утешаю. Юля, прощай. Тетя Валя, не провожайте. Спасибо.